Вот, когда здесь выступают товарищи, очень напряженно говорят. Подальше от микрофонов стойте и помягче говорите. Меньше тратьте силы. Как бы вы напряженно ни говорили здесь, ничего не изменится. Поэтому себя поберегите. То, что вы сказали, Николай Васильевич, всё правильно, но вы опять по вершкам. А по крышкам не хотите. А кто же во всём этом виноват? Реформаторы. А кто первый реформатор? Горбачёв. А почему реформы начал? Потому что советская экономика ничего не смогла сделать, обеспечить. При ней начался голод. Вспомните Новочеркасск. Повысили цены, рабочие вышли. Их расстреляли. Чем не царь? А до этого так же хулили царскую экономику. Хотя она, в принципе, кормила. Так вот здесь я и хочу о причинах. Об инструменте. Кто нам всё это разваливает уже сто лет? И сколько бы мы не вскрывали недостатков по отдельным отраслям, мы никогда к положительному результату не придём. Ибо они стоят за нашей спиной и продолжают эти провокации и диверсии устраивать. Вот один из инструментов давления на общественное мнение, а в конечном итоге на ухудшение положения по всем направлениям в нашей стране, играют некоммерческие организации. Почти год назад, в июле прошлого года, мы приняли закон. По этому закону все некоммерческие организации, получающие деньги из-за границы, должны быть зарегистрированы. Ну и результат. Результат ни одна не зарегистрировалась. Значит, прямое выполнение принятого закона. Аналогичный закон есть в США. И там указаны санкции. От штрафа в 10 тысяч долларов, 6 месяцев арест и 5 лет тюрьмы. Вот каждая организация может выбрать меру наказания. Значит, нашей организации, НКО, ни одна не стала регистрировать себя, как иностранный агент. Иностранный агент лишь обозначение, что деньги данная организация получает из-за рубежа. То есть все могут действовать, заниматься любыми видами деятельности. Но они должны отчитываться. Политические партии отчитываются. И всем известно, так сказать, идет финансирование от государства. Вы вздумайтесь в цифры. За 11-й год по стране прошло 7 тысяч финансовых операций. 7 тысяч для финансирования наших НКО. Наших, потому что действуют на территории России. Всего их 250 тысяч. Но в политику вмешивается всего несколько сот. Но они больше всех и визжат. Ну, это не очень понятно, 7 тысяч операций. А в деньгах 23 миллиарда долларов. Вы подумайте, какие огромные деньги в год брошены на подкормку этих вот сотни неправительственных организаций, цель которых, значит, сломать страну. Ибо американцы смотрят на корешки, а не, как некоторые наши товарищи, на вершки. Они смотрят силой Россию не сломить, водкой не сломить, наркотиками не сломить. Это беда, но наши граждане все равно не станут предателями. Все равно будут защищать родину и стараться работать на нашу страну. Поэтому избрано идеологическое оружие. Что хорошо было сделано в советское время. Было огромное количество организаций с огромным бюджетом. И мы помогали созданию режимов в Африке, в Латинской Америке, в Азии. Практически полпланеты было под красным флагом. Но на наши с вами деньги. Как перестали платить, все опустили красные флаги. Поэтому в определенном смысле, Николай Васильевич, это мы научили американцев пропаганде на чужие страны. Мы всегда были в лаборатории. Гражданская война, самая страшная. Мы показали, как можно другу головы срывать. А потом идеологическое наступление на всю планету Земля. Вот сегодня американцы ровно этим и занимаются. Но тратят еще больше денег. И дай бог, чтобы эти траты денег их подорвало экономику, как экономику СССР. Когда оружие и поддержка иностранных государств нанесли удар. Не госсобственность, а именно это. Все деньги уходили за рубеж. Мы с вами не захотели этого. Но сегодня деньги снова уходят за рубеж. Это новая буржуазия так гуляет. Поэтому НКО, большая часть из них, это такая организация, как Голос. Занимается выборами. Есть еще ряд организаций. Хельсинская группа, Трэнспортнесс Интернешнл, международная прозрачность, так сказать, по-русски, если сказать. И ряд-ряд других организаций. В основном руководители почему-то женщины у нас. Ну еще Лев Пономарев есть за права человека. Но самые такие мерзкие организации, НКО, имеющие финансирование Запада, возглавили наши женщины. Кстати, русская национальность. Вот это непонятно. И, ну что, а почему? Они падки на то, что надо... Ведь там же хорошо дается пропаганда. Защищать инвалидов, детей, бедных. Это вот они... Давайте, давайте будем защищать. Но для этого надо выборы другие проводить. Мы без вас знаем, что выборы надо другие проводить. Но мы между собой договоримся по пропорциям, если видим, что какая-то партия слишком много получает. Но мы не собираемся эти места предоставлять тем, кто будет работать на Запад. А Западу именно это надо. Такую сделать демократию, чтобы здесь сидели белоленточники. Чтобы здесь сидели 100 Пономаревых, 100 Гудковых, 100 Немцовых, Шендеровичи, Акунины. Немцовы, там, я уже говорил, Рыжков, Касьянов и так далее. Каспаров. Вот им такой парламент нужен. Ходорковские, Прохоровцы. И они будут нажимать кнопки так, что все уйдет из страны. Мы превратимся в кочегарку и в помойку. Частично уже превратились. Поэтому НКО это опасная вещь. И мы должны обратиться к компетентным органам. У нас есть комитет по безопасности, пусть он это сделает. Если он не сделает, фракция ЛДПР сделает. Есть Федеральная служба безопасности, Министерство юстиции. Они должны отслеживать. В Министерстве юстиции должны сидеть люди, отслеживать по компьютерам все выступления всех НКО по стране. Если она занимается политикой и получает финансирование за рубежа, почему она не зарегистрировалась до сих пор? В США за неисполнение закона наказание. Если иностранцы участвуют, выдворение из страны. То же самое у нас есть методы понуждения к регистрации. Поэтому мы должны потребовать от наших комитетных органов навести порядок. Чем они занимаются? Куда уходят эти деньги? Я вам назвал цифры 11-го года. За 12-е еще подсчитывается. Там еще больше денег. Только организация «Голос», которая пытается нас научить, как голосовать и проводить выборы. 500 тысяч долларов получает в год. Просто так. Конфетка. Премия. Вот вам, ребята, 500 тысяч. 40 тысяч в месяц. Ну? Неплохо, наверное. А все остальные, я уже говорил, это общий бюджет их 23 миллиарда. Таких денег никогда никто в мире не бросал на подрыв устоев чужого государства. Чего там про делать? Барак Обам говорит, да не будем мы про ставить. Чего про дорого стоит? Дешевле идеологическая обработка. И они видят результаты. Кое-где люди выходят на улицы. Выходят на проспект Цахарова. Работают такие радиостанции, как Эхо Москвы. Послушайте все политические партии, что вчера сказал этот придурок Антон Орех. Он всех воспалил грязью. Все четыре партии. Такого не было еще никогда. Они наглеют с каждым днем. Тоже получают, видимо, деньги. Крадиостанцию закрыть или переформатировать. Чтобы она была государственной. Мы все негодяи по его реплике вчера. Реплика Антона Ореха. Каждая партия дал характеристику. Одни сумасшедшие и больные здесь сидят. Это он. Надо проверить этого Антона Ореха. И заняться руководством этой радиостанции. Тоже самое газета «Московский комсомолец» или «Новая газета». Вон Горбачев, он же жив еще. Это его газета и банкира Лебедева. И день и ночь поливают грязью нашу страну. И, наконец, есть телеканалы. Самый отвратительный дождь иногда фальшивит канал РЕН. Но самое главное сами неправительственные организации. Ими-то пора заняться. Ведь отказ в регистрации – это саботаж действующего закона. Ведь что кратизует законодательство? Прозрачность. Они не хотят быть прозрачными. Значит, равные права, чтобы организации, не получающие финансирование за рубежа, действующие здесь, имели равные условия листвой деятельности. Наша государственная говорит, мы будем финансировать вас. Не хотят. Русские миллиарды получать не хотят. Дай им американские миллиарды. Потому что надо отработать заказ. А здесь надо будет наоборот. Мы же за русские миллиарды потребуем от них сказать, чем вы занимаетесь. И будем их безжалостно закрывать, наказывать. Поэтому я еще раз требую. Компетентные органы страны должны разобраться и потребовать регистрации или закрытия этих организаций. А если есть иностранцы... Быстро сохраняло Россию. Спасибо.